приветствую всех на канале приехал к нам mitsubishi outlander в работой печали с проблемой что горит ошибка и автомобиль ехать не хочет скрин ошибки приложу делали диагностику и после скрытия крышки под крышкой был конденсат и у нас ошибка говорит о том что есть неисправность в инверторе дело в том что когда автомобиль поднят на подъемнике и включен заблокирован полный привод то задние колеса вращаются передние колеса вращаться не хочет но при этом когда передние когда двигатель внутреннего сгорания запускается то он заряжает батарею то есть у нас здесь идет mg1 mg2 один мотор у нас работает один инвертор работает вторая часть инвертор у нас не работает и сейчас будем снимать кстати когда сняли крышку под крышкой у нас было влага и это говорит о том что все-таки у нас из-за того что на крышке присутствовала влага скорее всего какая-то из проблемы с платы управления будем снимать крышку и смотреть что у нас там за проблемы я вижу там получается короче не обманешь сначала по вынимать вот тут а вот так вот все под крышкой все в конденсате и вон сколько солей там то есть здесь сгнил корпус скорее всего и антифриз попал в полость где идет электроника и могла погнить очень сильно плата в общем будем добираться и посмотрим получится ли нашему электронику спасти это либо же придется инвертор менять вон там все интересно откуда она все потекло кстати до последнего свою функцию и даже сейчас отчасти выполняет как минимум батарею заряжает а это скорее всего было некачественное скорее всего был некачественный антифриз либо живу долго не меняли либо завели сюда не такой вот что она снизу здесь как раз снизу стояла плата управления и антифриз который протекал он стекал вниз и вот что с этой платой немножко повыгнивало немножко повыгнивало но можно попытаться его конечно спасти но пока непонятно как она будет работать а вот она как выглядит в полости охлаждения поднимала алюминий для крючок пожалуйста и повыедала его короче это все по причине качественного антифриза разъедала алюминий вследствие чего это все произошло в общем электромобиль тоже нужно качественно обслуживать в том числе менять вовремя антифриз и заливать качественно иначе будет такая вот проблема весь радиатор и даже если бы не произошло утечка антифриза то как минимум охлаждение точно было бы плохое что и привело бы к у нас была такая проблема на лексусе когда если резко разгоняться то автомобиль выпадал в аварию по причине перегрева мы в тот раз промывали инвертор и проблема ушла и вот здесь такой явный пример этому что нужно следить за системы охлаждения электромобиля после пескострюки хорошо видно насколько сильно повыедала алюминий этим антифризом вспоминаются головки всяких жигулевских и волговских моторов когда заливали туда непонятно что плата восстановлена все почищено и сейчас собирается уже этот блок сам по себе собирает волшебным шуруповертом будем смотреть что она будет из этого будет она работе или нет получилось спасти и все заработало теперь нужно будет сделать тест-драйв и выпускать автомобиль владельцем автомобиль уже запускается ошибок нету есть предупреждение что нужно сделать все провести сервис и пробег на автомобиль 271 тысяча четыреста сорок восемь километров почти одновременно с этим аутлендером у нас был еще один аутлендер у которого была проблема системы охлаждения и решил объединить эти два ролика в один поэтому не спешите переключать и обратились тем что на автомобиле когда на улице жарко а сейчас у нас жарко солнышко то автомобиль через какое-то время начинает выпадать в аварию и ошибка у нас выскакивает то неисправность системы охлаждения и это неисправность говорит о том что проблема с помпой на автомобиле установлена две помпы одна стоит там которая отвечает за циркуляцию антифриза в печке и 2 находится здесь под крылом которая отвечает за охлаждение инвертора и принципе они обе рабочие все тесты проходят все работает но есть проблема и время диагностики как бы все ни к чему придраться но есть один такой момент что когда включается помпы когда автомобиль у нас запущен в режиме рейде у нас почему-то забор антифриза идет с верхней части а выпуск идет с нижней части и это наводит на мысль что здесь что-то было перепутано тем более как-то непонятно натянуты шланги и сейчас попробую их переставить местами и посмотрим что у нас получится не знаю автомобиль был участвовал в дтп или нет надо будет заглянуть снизу визуально сверху все ровно все хорошо но надо будет по заглядывать и возможно здесь разбиралась и просто поменяли патрубки местами в общем час хочу посмотреть этот момент и тогда будет понятно это что какая-то у нас неисправность либо неправильно что-то собрано но очень смущает что у нас забор идет сверху если не дай бог чуть-чуть будет ниже вот уровень low то у нас не будет попадать антифриз компа совсем а это у нас идет подача на помпу либо здесь перепутано либо там в общем сейчас представлю их местами посмотрим перекинул патрубки кстати говоря они стали более естественно стоять патрубки перестали тереться потому что вот этот патрубок когда гадасты вернее вот этот патрубок когда стоял наверх он касался трубки система кондиционирования а сейчас он более естественно идет нигде не касается и этот нормально сейчас запущу посмотрим как она у нас будет себя вести немножко у нас даже вспенилась потому что воздух попал систему но по крайней мере теперь у нас здесь идет выход и вот это риска которая соответствует метки лол она даже когда будет ниже антифриз будет хватать а так у нас уже его и не хватало бы теперь надо протестировать и скорее всего проблему идет а и и Продолжение следует...